Должна была быть закончена оптимизация Следственного комитета. Я очень внимательно слежу за работой Следственного комитета. Естественно, переживаю, потому что мы в свое время пошли на очень решительные шаги, модернизируя и реформируя, фактически реформируя наши правоохранительные органы. Следствие выведено вообще из всех ведомств и занимает отдельное лидирующее место, потому что вы на финише, вы выдаете результат. Следствие должно быть независимым, если мы хотим определенных и эффективных результатов. В силу этого я внимательно слежу за тем, как развивается на новом этапе наше следствие. Поэтому какие настороженности, как обычно, какие недостатки, что еще надо сделать. В этом плане хочу сказать, что я рассмотрел ваше обращение по поводу Института повышения квалификации. Как обычно, я хочу услышать альтернативу. Если она есть, если эта альтернатива будет или не будет, по результатам будет принято решение. Если будет альтернатива, естественно, мы ее с вами обсудим. В последнее время, особенно в связи с этими врачами, тех, кто кормил в школах негодяями, которые обирали там детей и так далее. Ну, такие волны в обществе. Вот, наверное, не надо было бы сажать врачей там и так далее. Все перед законом равны. Но при этом надо иметь в виду одно. Ни Господни люди нас не простят, если мы накажем невиновного. Если мы не можем доказать, лучше не трогать этого человека. Если он негодяй, он все равно попадет. Поэтому ни в коем случае нельзя обидеть человека невиновного. Как это у нас бывало в далекие те времена и в советские. Ну, лишь бы раскрыть преступление. Да пусть оно будет лучше нераскрытым, чем мы его раскроем и повесим вину на человека невинного. Вот это должны все понимать люди, и где бы вы в коллективах ни бывали, вы должны об этом говорить. Но если мы твердо убеждены, что он совершил преступление, мало не покажется. Особенно чиновник, человек в погонах, это одно и то же фактически, и им надо умножать на два. Продолжение следует...